наша новинка с французским креплением кисточка белка браш ворс коза микс ворс у нее проникает на целый сантиметр внутрь ручки за счет этого кисть берет еще больше воды больше цвета и гораздо дольше держит в себе этот цвет она очень упругая но при этом и мягкая одновременно вот хочу показать как она пружинит отпружинивает и особенность разработки этой кисти в том что у нее очень очень острая вершинка вот такая вот козы очень похож на борсбелки но при этом он еще больше берет воды еще более легкий и кисть еще более пластичная кисточку с ворсом козы я всегда рекомендую тем кто особенно не может контролировать насыщенность цвета она позволяет брать его очень легко делает просто замечательные заливки смотрите очень очень много водички и она равномерно его распределяет когда эта заливка высохнет она будет очень очень ровный вот видите кисть кстати небольшого диаметра всего 78 миллиметров но при этом она может сделать очень хорошую заливку но сразу делать протирать для этого надо хорошенько вот так отжать но очень бережно и удалить краску с листа видите достаточно до белого листа также можно протирать ребром кисти также очень нежно отжимаете чтобы не повредить ворс и протираете уже ребром тонкие линии какие-то блики можно протереть и чтобы протиры были более яркие белые лучше использовать отдельный стаканчик с водой белый чистый нам и тогда протиры будут прям до чистого листа но это конечно именно по влажной бумаге по сухой вот здесь вот уже высохла краска она уже не протрет до белого смотрим мазок кисти он может быть вот такой вот легкий ненасыщенный обратите внимание что начало мазка острая вершинка это важно такой острой вершинкой вы сможете попасть в трудные места да не стоит такой кистью прорабатывать мелкие детали почему не потому что кисть не справится кисть справится но она быстро сточится а это кисть для основной работы то есть лучше ей выполнять основную работу а для проработки деталей использовать другую тогда кисть для основной работы прослужит вам дольше и вы сэкономите деньги потому что кисти для деталей они стоят дешевле лучше их часто менять чем кисти для основная работа можно сделать также более насыщенный мазок то есть вы сами регулируете яркость мазка вершину очень тоненькая и можно обойти все что угодно залезть в самые самые тоненькие до момента сделать и она очень управляемая можно делать жесткие линии можно делать совсем волосяные такие тонюсенькие и при этом линия легко перейдет в мазок до главное научиться управлять такой кистью тогда вы поймете что она дает очень много возможностей кисть очень долго держит краску делает такой кистью фактура да конечно кисть необходимо отжать вот так немножко расплющить у нее будет такая неровная лопатка а скругленная дальше держим ворс вот так и набираем цвет немного погуще берем цвет можно обмакнуть и после этого пробуем фактуры то может быть трава шерсть листва листво уже надавить то сначала потренируйтесь на отдельном листе а потом уже переходите на работу по-разному можно направлять кисть можно делать проскальзывание да она дает разные интересные фактуры очень интересные вот так